вчера у нас прошел сильнейший дождь огурцы вечером я не поливала и так по очень хорошо промоченной земле сейчас подкормлю огурцы калий магнезией одну неделю я подкармливаю аммиачной селитрой с кальциевой селитрой а на вторую неделю я поливаю калий с магнием с магнием огурцы я уже собрала калий магний принесла это делаю на глаз так как когда-то промеряла вот это у меня столовая ложка это где-то 18-20 грамм раз хорошо все делаем по упрощенной системе хорошо размешиваем калий магний хорошо разбудится водой но все равно на дне остается нерастворенные частички поэтому слейки я буду на конечник снимать дождь конечно нас очистила дожди каждый день наверное буду сегодня еще лук убирать где-то по пол литра под каждое растение так как такую подкормку они получают регулярно грядку под посев дайкона мы с зятем подготовили сейчас поработаю с томатами убираю наросшие пасынки я уже рассказывала что из-за жары второй ярус томата практически не завязался на втором соцветии также обматываем центральный стволик вокруг веревки здесь уже известное нам раздвоение здесь пошел цветонос а здесь тоже цветы есть но они выше немного так как я хочу в один стебель значит один я обрезаю основной побег обматываем вокруг веревки еще правда сыровато дождь прошел еще все мокрое вот интересный медовый спас тоже какое-то пошло расщепление все кусты высокие а этот где-то ниже метра но очень очень урожайный так что здесь здесь вот пасынки начинают расти а нет я срезала и он сюда упал так здесь все нормально никаких лишних нету побегал так вот пройдусь вдоль ряда вот вырос какой большой пасынок он не нужен потому что рядом уже прекрасные плоды первый раз посадила такой сорт высокорослый еще вот упустила у него большой пасынок хотя там уже пасынки вырезались называется шарпий розовый у него такие очень интересные плоды необычной формы какой-то такой приплюснуто расширенной к низу и розовый так что здесь у нас листик начинает заболевать его можем удалить это пасынок все равно плохо завязывается томаты хотя я их горной кислотой два раза подкармливала вместе с другими подкормками так тут что тут просто мы обматываем вокруг веревки здесь рядом тоже самое эту работу я сейчас пройду проведу это сорт медовый спас видите там был низкий а тут такой высокий уже выше меня росту и тоже много плодов интересный томат называется яблочный не яблочный спас а просто яблочный красиво я люблю красивые такие равномерные плоды и завязываемость неплохая но очень очень высокий тоже вверху регулярно надо убирать пасынки тоже уже высотой еще не выше меня но догоняет томаты требует конечно меньше внимания чем огурцы огурцы практически ежедневно в крайнем случае через день а томаты раз в неделю можно подходить к ним обрезала пасынки вот увидела пошел пасынок но он высоко пусть будет может еще добавить нам урожай так прошла я обрезала помидоры поподвязывала вот то что лишнее я посрезала сейчас пройду беру вот второй ряд помидоров высокорослых здесь немножко я реже захожу в этот второй ряд помидоры все высокие здесь очень мне нравится корейский длинноплодный прекрасно смотрится интересный какой-то новый сорт черные русские очень мощный листья крупные такие картофельного вида воду мне очень много но еще ожидаем что будут черные так и вот смотрю здесь малина нужно уже срочно вырезать прошлогодние побеги это малина ту таймер зюгана вот уже на прошлогодних побегах она заканчивает уже созревать и вот эти все побеги нужно вырезать и вон какие высокие уже погнали однолетние я обещала своим подписчикам что я покажу что я выполняю в июле на ремонтантной малине ту таймер что нужно с ней сделать какой провести обрезку сегодняшний урожай овощей у нас похолодало ночью было плюс одиннадцать а по ощущениям еще пониже кажется поэтому огурцы как бы и рос вы прекратили некоторые все-таки поспели вот помидорчики второй раз собираем здесь сорт амурский штамбовый и лирика вот где ребрышка видно на помидоре это лирика и меня все время спрашивают в комментариях какие у вас сорта баклажанов самый ранний король севера уже вот это сегодня только два очень много маленьких большие уже несколько раз собирали вот это сорт эпик вот это сорт фабина и вот это сорт длинненькие тоненькие называется топ лунг но хочу сказать что я несколько лет назад выращивала этот сорт тоже топ лунг были совершенно другие баклажаны были они вот такого темного цвета длинные но раза в два были толще и когда достигали земли заворачивались эти висят как сосульки вот такие овощи сегодня так еще обрезали чеснок дни 10 сушился еще со стеблями теперь обрезали корни и укоротили стебли до двух сантиметров это другой сорт чеснока эту работу тоже уже сделали теперь пусть сушится дальше